Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим... Ага, спасибо. О человеке-невидимке поговорим. Как сделать такой эффект, что для этого нам нужно купить, и как это всё потом обработать в программе Adobe Premiere Pro. Для этого нам понадобится вот такой вот зелёненький костюмчик, писк моды. Костюмчик, который можно купить на Алиэкспресс, ссылочку на этот товар я оставлю в описании. Там же есть и синее. Для чего синее? Синее нам нужно, если вы захотите это поснимать на природе, где всё зелёное, вырезом, вы абсолютно останетесь без стерелью. Итак, если мы просто снимем кадр и сделаем ключ ультра, как мы обычно удаляем зелёный фон, то вот что у нас получится. Был зелёный, стал чёрный. А всё почему? Потому что сзади у нас ничего нету. Для этого нам нужно сделать пустой кадр. Всем уйти. Делаем всё в кадр, который мы потом подставляем на тайм-линии вниз, а сверху уже вот этот слой. И теперь, когда мы выбираем его человека, он становится у нас прозрачным. Но, когда мы хотим сделать человека прозрачным, снимать мы должны только со штатива. Потому что если будет движение, мы наш подставной кадр никогда в жизни не угадаем в том же направлении. Если хотим придать немножко движения и камеры, то это можно сделать вот так. Для примера возьмём недавнее видео, которое мы снимали к Максу на канал, потому что здесь у нас фон чистый, поэтому даже если мы камеру будем двигать, фон всё равно останется чистым, и этого будет не видно. А вот здесь вот много всяких предметов сзади. И сейчас мы посмотрим, что будет, если камера наша шатается, и мы задний план не попадаем. То есть, один раз мы сняли, так повернули, второй раз мы сняли, уже немножко вот так повернули. И выглядело бы это вот так вот. Вот человечек бы у нас шёл. Вот человечек бы у нас шёл. А задний план, который у него прозрачный, куда-то ползёт, ножки не совпадают. То есть, всё это было бы очень плохо. А если мы снимаем со штатива на статичном, то мы можем тоже придать движение камере вместе с задним планом. Для этого нам понадобится масштабирование до 160, думаю, сделаем. Это уберём. А вообще масштабировать хорошо те видео, которые сняты в 4К. Потому что 4К позволяет масштабировать до 180-190% без потери качества. Full HD до 140 без потери качества. Ну, 160 тоже довольно-таки терпимая цифра. Вот мы всё масштабировали на 160. Везде делаем, отмечаем точки. Здесь сейчас находим крайнее положение, которое нам нужно. Откуда у нас камера будет ехать? Допустим, она будет вот отсюда уехать. Немножко выше поднимемся, чтобы лицо было видно. Так, теперь у нас есть координаты этого положения. Мы эти же координаты должны и задний фон-подложку перевести в эти же координаты. Вот 1515, 1515. Верхний слой у нас 855. Нижний слой должен быть тоже 800. Ой, там не 855 было. А, 851. 851. Так, всё, теперь у нас всё совпадает. Теперь идём к конец кадра. Двигаем камеру в противоположную сторону и опускаем вниз, поскольку у нас объект вниз, наверное, под стол, поэтому вроде как мы за ним будем следить. Теперь в эти же координаты нам нужно сдвинуть и задний план. И он будет двигаться в этой же точке. Видите, точка отмечена. 399, 3199. И он будет синхронно двигаться Так, что у нас подвинулся? И он будет синхронно двигаться вместе с передним планом. Сюда, всем. И смотрим, что получается у нас. Вот человек-невидимка, все линии идеальные, движение камеры есть. Ну, я тут просто проводку сделал камерой. Это можно, в принципе, работать по-разному. Можно ушёл туда камерой, ушёл сюда камерой. Если более 4К, что масштаб позволяет, можно и много больше двигаться. И в таком случае можно двигать как раз камерой. А если же мы просто хотим поменять цвет, этому человеку, то нам тогда второй кадр не нужен. Мы просто берём эффект, заменить цвет. И вот мы можем его сделать красным, синим, зелёным. Или же вот таким вот радужным. Ну, как-то так. Кому помог, тот ставит лайк. Кто решил, что я кого-то оскорбил и издеваясь над зелёными человеками, и издеваясь над зелёными человеками, ставит лайк. Пока!